МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Правительство. Я увидела эту машину изнутри, она оказалась кошмарной. Когда любое решение, пусть даже необходимо срочно для страны, согласовывается между министрами, которые делят какую-то вот такую краюху денег, и это может продолжаться год, полтора, когда нужно каждый раз достучаться лично до президента, чтобы хоть что-то сдвинуть. А если он хромая утка, как было с Ельцином под конец, то тебе сами министры говорят, да нам наплевать, что ты у Ельцина указ подписала о вмененном налоге. И меня спасал только Ясин, профессор. Ясин, который был министром без портфеля. Вот он, да, такой совсем мудрый, вот взрослый мужчина. То есть на одном языке можно было говорить. Да, он меня вот, мы двигали вместе, потому что он как профессионал понимал меня, а я как профессионал понимал его. Вот мы были вдвоем. И мы это все тащили. И вот тут созрело, что так нельзя. Тем более кончилось дефолтом. Отправили всех в отставку, и мне Борис Немцов, царство ему небесное, позвонил и сказал, Ир, ну были в правительстве вместе, теперь давай создадим реально политическую партию. Я сказала, Боря, какое мое место ты там видишь? Вот он заговорил уже такой волк. Он говорит, ну, пятое место там, Москва и так далее. Я говорю, до свидания. Говорит, в каком смысле? Говорит, меня это не интересует. Я уже прошла все. Я буду только сопредседателем, я буду только со-лидером, я во всех руководящих органах партии, потому что я хочу реально влиять на все, что происходит. То есть это не просто амбиции, как я буду называться, а это перспективы? Я поняла по правительству, там было Чубайс и Немцов, я ничего сделать не могла. Я говорю, ребята, я все уже знаю у вас, я вас знаю. Мне нужно, я прямо должна быть наравне с вами. Говорит, ну мы подумаем, мы будем думать. Тем более приглашения были со стороны всех партий. Все меня пригласили. Поэтому думайте, у меня расклад большой. Выбрала правых. Выбрала, потому что, ну, я поняла, это опять голос политика. И в партии власти, и у Ивлинского, и где угодно, я буду опять пешкой, которая дарит свое лицо. А у этих, мне же позвонили они за неделю, и сказали, все, ты третий в списке, ты сопредседатель, ты входишь во все главные органы управления партии. Я понимаю, что только в этой партии смогу на что-то влиять. И мы это сделали. Плоская шкала подохода налога 13%, это мы. Регрессивная шкала обложения фонда заработной платы и легализовываться начало бизнес, это тоже мы. А презумпция невиновности налогоплательщика, и то, что нельзя изменять условия налогообложения, их можно менять только в сторону улучшения. Это все мы провели. Мы провели частную собственность на земле, мы находили союзник, но инициаторы были мы, нас было немного. Ир, а на ваш взгляд тогда, когда начала, из какого момента падать популярность правых сил, грубо говоря, почему она осталась не сходить на нет? Вот, при таком количестве... Золотой дождь нефтяной, и риторика уже такая более жесткая, как бы, это такое отзеркаливание прошлой эпохи, подкрепленное деньгами. С этого начался такой разворот в поведении и общества. И я резко ушла, потому что, понимаешь, все закончилось. Удивительным образом получается, что на протяжении всей жизни в вас экономист побеждает политика. Вам интереснее конкретный человек и применяемые к нему законы, правила жизни, а не некая геополитическая такая идея? Я не кабинетный теоретик и не сдвинутый на всю голову идеологический воин, понимаете? Я работаю, я всю жизнь зарабатываю деньги сама. У меня четвертый брак, но ситуация почти такая же. Вот не буду я зарабатывать и жить будет не на что. Сама. И поэтому, естественно, плюс кандидат наук. Поэтому я прямо вот оттуда, от земли иду. Нет, смотрите, вы говорите, что я не кабинетный теоретик. Тем не менее, популярны вот эти психологические практикумы от Ирины Хакамады. Но это же мастер-классы Хакамады. Это чистая теоретическая история или она практическая? Нет, она практическая. Она опирается вся на инструменты, которые я использую в тяжелых ситуациях. У меня их было столько, я же self-made. Поэтому я точно знаю, что делать, если вы решили перезагрузиться и вновь взлететь. Я точно знаю, что делать в депрессии. Я точно знаю, что развестись так, чтобы не поломать себе жизнь, но при этом не продолжать этот кошмар. Я знаю точно, как нащупать ту сферу, где ты прямо вот взлетишь. Ир, а это общие правила? Вот там, я не знаю, выход из депрессии. Есть общие правила? Я не претендую. Я говорю, вот мой опыт, хотите, берите. Примеривайте, примеривайте. Я не тренер, я не коуч. За что человек платит? За энергию. За энергию. Второе, он меня уже заранее уважает и любит. То есть он хочет увидеть близко, вот оно реально так. И третье, их меньше, это меньше половины. Которые пришли прямо за инструментами и на следующий день начинают делать. И все, кто начинают делать, мне все пишут, получилось. Причем, когда девочки пишут, я еще понимаю, мальчишки пишут и мужчины. По составу кого больше? Женщин. У нас у мужчин есть проблема. Но мы не можем публично прийти и учиться у бабы. 80% людей, по вашим словам, не хотят взваливать на себя ответственность за собственную жизнь. Да. Им так легче. 80% это большой процент, это тянет на национальную черту характера. Да. Год вы отдыхали после окончания такой активной политической карьеры, после выборов? Да, я писала роман. Или сразу, вот на следующий день буквально, все, надоело это, я сажусь и рассказываю о том, как это было. Нет, была депрессия, месяца два. Потом я долго думала, что же мне сделать, чтобы не умереть в этом состоянии. И я подумала, делай. Мне муж подсказал, говорит, вспомни, вот сейчас тебе никто не поможет, никто тебе руку не протянет. А что ты можешь делать такое, когда вообще уже ни от кого не зависишь? Ну, я в детстве мечтала написать роман. Вогат, ручка, бумажка, компьютер. Все, тебе ничего не надо. Я написала этот роман, «Любовь в ней игры» или «История политического самоубийства». Тем более, после книги «Секс большой политики» мне давалось более-менее легко. И надо же, его опубликовали. И как-то настроение поднялось, потому что герои зажили свою жизнь, они мне приходили во сне. Я ушла, потому что такое творческие даряты. И появилась такая большая вокруг этих персонажей. Да. А потом, через год, когда это вот по законам вселенной точно, когда ты сам себя чуть-чуть вытащил, вот тут удача и приходит от внешнего мира. Мне позволили, говорит, не хотите, у нас тут маленькое агентство семейное, сети класс, не хотите поговорить о личном успехе, не вот этому общественному. А вот лично, когда вы себе... Вот что для вас это такое? Вот личный ваш опыт, ну, буквально минут 45 на час. Я говорю, ну, ладно. Даже, говорит, мы вам какие-то копейки заплатим. Мне там, типа, 100 долларов мне заплатили. Я пришла, ну, человек 50, там, 70 лет. Я вообще не понимала, что это за жанр. Я просто пошла, это ничего делать. Ну, знаешь, как-то в люди выходить. И дальше все как-то поперло, оно даже уже от меня не зависело. А что случилось с экранизацией? Были же большие планы. Были надежды, да. И там чуть ли не бюджет формировался. Я помню, вы рассказывали, что все вот уже на мази. Да, Чулпан Хаматова и Белая из МХАТа согласились играть главных героев. Даже табличка висела ГУК и Хакамады, со-режиссер этого фильма. Мы сами сценарий написали. Все, и деньги я смогла найти спонсора, который влез в этот достаточно рискованный проект, потому что политика, жесть. Ну да. Ну, Крис 2008. А Андрей Житинкин собирался ставить спектакль? Да, он собирался, но они все просили денег. От 100 тысяч до 300 тысяч евро. У меня не было таких. На театр это, да. Он говорит, надо с Хакамады, нужно делать или шикарно, или никак. Говорит, а да никак, у меня нет этих денег. И мне никто их не даст, потому что, ну, какой я. У меня же нет этого бэкграунда. Да, в моей истории. А так все и заглохло. Если вернуться все-таки в экономическую плоскость, у президента спросили, какая полоса в политике, белая или черная, он сказал, серая. Вот, в смысле, в экономике, не в политике, а в экономике. Вот, вы как думаете, как экономист, какая полоса в Российской Федерации в экономике? Текучая волна такая, текучая, да. То есть, ни вверх, ни вниз, ни вверх, ни вниз. Вот, знаете, рябь стоит. То есть, действительно, серая полоса? Это не серая, потому что серая полоса, она пройдет, но что-то смеется. А мне напоминает больше рябь. Вот, если цунами продвигается, как проверить? Волнение, когда, да, вот это вот будет? Вода застывает. Потом, да! Вот, больше на это похоже. Ну, хорошо, выборы прошли, результаты их известны, но, тем не менее, партия роста не прошла, но программа существует. И вроде даже частично реализуется. Вернетесь с этой программой, как экономист, если будет предложение? Куда? Чтобы реализовывать программу, ну, куда? Да, не знаю, в правительство ли, в какие-то помощники ли кого-то из... Нет, никаким помощником я не буду. Нет, уже нет, это не те. Все не то. Не тот уровень? Не тот уровень. Поэтому будем смотреть. Сегодня наступает время совершенно непредсказуемое, что в России, что в мире. И в этом непредсказуемом времени очень сильно работает буддийский подход. Не думая о будущем, потому что оно неизвестно. Не думая о прошлом, потому что оно уже прошло. Здесь и сейчас. А что будет дальше? Я буду реагировать. А как только будет какое-то событие, я тоже буду анализировать свое состояние, насколько это необходимо страниц, могу ли я с этим справиться и так далее. Я ничего не планирую. Я планирую только на неделю свою личную жизнь. То есть, когда я в спортклуб пойду, когда я в мастер-класс прочту, в какой город я лечу, и как мне все успеть, и с ребенком провести время. Вот это я планирую. Все остальное, как жизнь покажет. Потому что сегодня она беспредельно интересная. Прямо это, как, знаете, премьеры кино каждый день. Я рад, что сегодня, Юра, у вас нашлось время зайти на чашку чая.